всем привет вот такую игрушку я купил полтора года назад в качестве накамерного источника света единственное что я сделал этот такой кронштейн который позволяет крепить этот фонарик на стойку или штатив в описании к этому ролику есть ссылка на 3d модель этого кронштейна который вы можете скачать и распечатать для своего фонарика этот фонарик может быть интересен и фотографам и видеооператорам и всем кому нужен мощный компактный экономичный источник света с фиксированной цветовой температуры и при этом не очень дорогой а стоимость фонаря всего лишь 35 40 долларов это на распродажах и вместе с тремя аккумуляторами формата 18650 но и даже если вам сильно не повезет с распродажами то за 50 долларов вы купите довольно серьезный осветительный прибор который будет в 5-6 раз дешевле обычного фотофонаря но обычный фотофонарь это вы можете поискать google и скорее всего вы найдете легко вот этот самый фотофонарь с линзовым блоком с тремя аккумуляторами тоже формата 18650 зарядным устройством с кронштейном для крепления на стойку либо штатив но как выяснилось этот дорогой фотофонарь во многом проигрывает сразу хочу сказать что это не проплаченный обзор как я уже говорил полтора года назад я покупал один фонарик на 4000 кельвинов и полгода назад примерно докупил еще два на 5000 кельвинов то есть сейчас у меня три фонарика и честно говоря я очень доволен что у меня есть такие фонарики потому что у них действительно очень мало недостатков мощность у них составляет 5600 люмен это примерно 500 обычных электрических ватт ну и примерно такой же мощности является автомобильный свет полного заряда аккумуляторов хватает примерно на два дня работы это например если две свадьбы но и к тому же этот фонарик может заряжать сам себя от обычного блока питания для смартфона фонарика хорошая пыль и влагозащита нет полос при съемке видео интересное управление и многое другое недостатки конечно же есть и один из недостатков это то о чем я упомянул в начале это то что у фонарика нет крепления на стойку или штатив но при наличии 3d принтера и неглубоких знаний 3d моделирования эта проблема решается ну и кстати на 3d принтере я также напечатал пару рассеивающих насадок которые пригождаются при съемке небольших объектов ну и напечатал держатель цветных фильтров но он тоже получается удобен когда снимаешь что-то не очень большое второй недостаток это отсутствие линзового блока на самом деле я по этому поводу больше переживал но как тоже показал практика работы с этим фонариком это не очень большой недостаток в комплекте с фонарем если вы заказываете его с аккумуляторами идут сами аккумуляторы которые стоят уже внутри есть шнур для зарядки есть запасные резиновые кольца но для герметизации корпуса и есть инструкция в инструкции есть странички на русском языке и который кстати написан нормальным русским языком и я советую вам с ними ознакомиться потому что фонаря очень много интересных режимов работы и он управляется с помощью так называемого интерфейса anduril у фонарика всего лишь одна кнопка и с ее помощью путем чередования длинных и коротких нажатий можно задавать разные режимы работы можно управлять мощностью причем мощность может управляться как и ступенчато так и плавно есть несколько режимов работы с торбоскопа мне например нравится режим который имитирует свет обычной свечи есть также возможность измерить оставшееся напряжение на аккумуляторах что бывает очень полезно фонарик имеет длину 127 миллиметров и диаметр 48 миллиметров вес у него довольно такой не маленький 435 грамм но при этом нужно учитывать что аккумуляторы у фонарика установлены параллельно то есть если вытащить два аккумулятора то фонарик будет работать точно так же как и с тремя весь функционал его сохраняется но при этом учитывая что один аккумулятор весит порядка 45 грамм вес фонарика уменьшается почти на 100 грамм но это бывает критично когда вы ставите например фонарик на легкую камеру ну и по поводу зарядки полностью аккумулятор заряжается примерно за два с половиной три часа но это зависит от емкости самих аккумуляторов и мощности зарядного устройства что интересно фонарик может работать то есть светить в момент зарядки аккумуляторов но и кстати он вообще может работать без блока аккумуляторов то есть можно подключить фонарик напрямую к зарядным устройствам и использовать это как стационарный осветительный прибор по поводу серой нет данных но я могу сказать что каких-то сильных цветовых оттенков то есть никакой синевые или зелени я не заметил но и кстати если это есть то легко устраняется при цветокоррекции наверное все если вам понравился обзор пишите ставьте лайки если будут вопросы спрашивайте с удовольствием отвечу все пока